МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Форточка в небо". В годовщине смерти великого мудреца Ромойша Соловейчика вышла моя первая книжка поднимите глаза свои вверх, посвященная Шма-Исраилу. В Ешиве я продавал ее за особенные деньги, ешивские деньги. Тот, кто мог ответить наизусть или объяснить одну главу из Мишны, получал книгу. Во второй группе они уже должны были знать Мишнает наизусть. А в третьей они должны были ответить на все вопросы по поводу Мишны. Книжка посвящена Шма-Исраэль. Для многих это было открытием. Главная наша молитва, символ веры, то, с чего начинается жизнь еврея, и то, чем она завершается. Между уроками ко мне меня позвали к телефону. Звонил Элиезер Штарк, который работал дирижером в московском цирке. Он начал свой путь к творцу, начал возвращаться. И он позвонил и сказал, что книжка, моя книжка про Шма, произвела на него особенное впечатление. И что он благодарен, что он получил такую книжку. Мне рассказали историю, которой поделился нацистский преступник после того, как его судили и поместили в тюрьму в Германии. Он недоумевал, что происходит. Когда он запускал евреев в газовые камеры, он каждый день слышал оттуда странный звук. Ша! Ша! Он не понимал, что это такое. Этот нацистский преступник, этот офицер СС, он не знал. Это то, что все евреи, верующие, неверующие, в последний момент своей жизни, до того, как пустили газ, все закрывали рукой лицо и произносили Шма Исраэль. Ашем и Лукейну, Ашем и Хат. Это то, что каждый еврей, который перед смертью говорит Шма Исраэль, эти святые души осветили имя Творца своей смертью. Они произнесли перед смертью эти самые важные шесть слов, которые произносят евреи, когда делают ему обрезание и в последний момент, перед тем, как он закрывает свои глаза. Шма Исраэль, Ашем и Лукейну, Ашем и Хат. Эта история произошла во время страшной катастрофы европейского еврейства, во время Шоа. Группа студентов Ишивы была отправлена в один из страшных немецких лагерей уничтожения. И один из студентов все время говорил Ишуа Ташем Кеэр Ваим И спасение Творца как моргнуть глазом. Так написано в Медраше. И его друг Минаше сказал О чем ты говоришь? Посмотри, где мы находимся. Нельзя отчаиваться, нельзя терять веру. Творец может нас спасти в любое мгновение. И вот объявили им немцы, что они все должны отправиться в душ. А евреи знали. Душ это газовая камера. Когда они шли по дороге в газовую камеру, Минаше посмотрел на него и сказал Ну что и сейчас Ишуа Ташем Кеэр Ваим спасение Творца как моргнуть глазом. Да и сейчас в любое мгновение. И вот их ввели в камеру и приказали раздеваться. Минаше ничего не сказал, но только посмотрел на своего друга. И сейчас и он кивнул ему головой. И сейчас и вдруг тот офицер СС, который привел эту группу в газовую камеру, он закричал Эй, ты выходи сюда. Оказалось, что он достал пачку сигарет из своего мундира и выпал какой-то листок. Он хотел еще поиздеваться над евреем. Он сказал Иди сюда подними мне этот листок. И когда этот еврей, который так полагался на дворца, подал ему листок, в это время железные двери газовой камеры захлопнулись. И он оказался снаружи. И вдруг он увидел лицо своего друга Минаж, который прижался к стеклу и кричал «Скажи за нас Кадыш! Скажи за нас Кадыш!» Этот еврей на протяжении 30 лет после окончания войны каждый день говорил три Кадыша за своих друзей. Тот, кто полагается на Творца, тот, кто считает, что Творец может спасти каждое мгновение, как моргнуть глазом, это то, что открылось в этой документальной истории, которая произошла в самые страшные годы нашего изгнания. мгновение,